У меня выключилась память, поэтому пришлось загасать. Повинно было бы очень хорошо, когда бы две брами одночасно палали. Я, мабуть, так сделаю другого раза. Поэкспериментую, как лучше было бы, чтобы было бы, что было бы сильнейшее. Это однозначно. И так, тоже интересно. Как шар за шаром. Проширок за проширком. Такая отлично работа. Поступала. Это звучит, как поступовая инициация. Мабуть, для кого это актуально? Альону, ты любишь, когда я подозрала? Для тебя это точно актуально. Я маю на увазі жрицю и твой голос, и твою миссию на планете. Альону, ты любишь? Альону, ты любишь? Альону, ты любишь? Мастер. Усёй своём силі голосу и мастерности. На планете. Усёй своём многовимерності. и уже с этого момента реализовывается на полно по себе на мужики галактики чекают я как плавала гуна метаешь такие кисериды мечетя вогники зори брамы кристаллы галактики там вида крутить соня спеваю засранка ты такая любовь и чего новичевая еще я дома и набили на и раз починаю спевать пащила на потребуя себя и компьютер заносила видео смотри давайте том и джерри обо птичек до речи на цитрине це природный цитрин але шлифованный хоча я выбирала те які вдало шлифували по оси их росту на ньому до відновлення любовь і відновлення і рост ключ до стілення до таких регенерації відновлення потім я не бачу а нижчий ключ а з тієї узкості частини там баланс гармонія і нян такий до речі зараз пламя полум'я прозоре і таке многовимірно я запрошую якийсь палац і кришталево я не можу це зняти ай я как красава ну распарюсь до речі я тут же свої пальчики залишила це вода яку з якою ми працювали з колоколом та ваджерою з енергіями я бью тобто жіночого і чоловічого початку у людині вінсько-віянської енергії цілісності коли вони гармонійно розвинені і злиті у людині єдину цілу структуру а розкривається вже полум'я це має допомогти їм о яка чісточка іде купа якихось дуже дрібних речей ну і якщо колокол це жіноче це істина це знання всі то ваджеро це метод засіб і світло яке висвітлює на даний момент самий оптимальний шлях і саме цінне і потрібне знання тобто це янська природа світла і тому цю тантру називають тантра звуку який є істина який є колокол або співоча чаша і звуку це і це колокол і світла це ваджеро або стік це таке чоловічі активне проактивне начало чи початок це під час на пісто зудне істи це ще такі якась живає стати чи ще це ну зрозуміло занотеки такие воск не путем чеха думаю еще я встигну запалить и свечку звали на солнечные травы и с квиткой життя символа таку судьбе зарядку как на синий житящий стакан путем вышел даже такие смачные урожая кожного маленького на синячка кожные идеи оба мрии давно там прощаюсь мриев и нади и 5 и 10 руки я зараз а соби коханой втелила деколька божань яки я мала ну мабуть с 2007 года вина вона учить еще я ты я тут и зараз а я твои життя и треба живы так чтобы потем не жалкувата еще ты щось пропусти но и хай кожно на синячка вашего вашим бажанием бомрей тоже за река по можно даже на вид на миша на таки период запускает и номера еще полноса и втелывайся в життя все диты обвиняли татусе в котре вернуться звеной диты умеют божать потому что они эмоциональны и в них не так много блокировок и подтверждения яке мы уже соби створюме что все свят такие как нас как мы побачили там в первые годы життя и потом мы это витворюме 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 чтобы каждый раз быть уверенным что наша картина життя вона единая вирная и что мы все правильно правильно так и с дитой мриете хиру эмоционально и они верят в два и 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 например я тоже вправно вмещу в себе свою маленькую внутреннюю девчину и она со мной постойно поэтому мне не треба это шукать и как-то в себе раскрывать. А если вы очень серьезные, а очень часто находитеся в понимании, контролируете себя, думаете головой, а не сердцем, тогда для решения, чтобы эта брама работала для вас, нужно все равно переместить себя в свое сердце, найти там себе маленького, обвинять и злиться. Нижки в нижки, руки в руки, как признати и почувствовать, что вы уже злитые. И когда это выйдет, тогда из себя маленькой дитиной загадать это желание. Дитина не будет сидеть с очень интеллектуальным обличчем и напруживаясь, что-то там пасы руками делать. Вона просто замрієна и в таком альфа-станке, вона просто чого-то божает и знает, что вона чувствует, что ни часу, ни простору как такого не существует, и что вона забажала, и это будет. Ось в таком эмоциональном состоянии, то есть, альона, ты любишь, когда я тебе вспоминаю. Все, что ты там очень-очень желаешь и тому напруживаешься, нужно желать, как маленькая девочка. И я знаю, что в тебе такого прям не было в жизни. Ну да, можно взять это, найти это в другом виморе, в любом... в будь-якій іншій реальности. И... побути в цьому... Ох... Комусь дуже... Хех... Дуже тяжко слушать мою украинскую, потому что я только начала практикувать, а была дужа тяжко дастя информатией о том, что... Пусть мы тут затохнули, чистка. А... Я... Зараз... Доварю... Треба найти себе счастливую дитину в любой, в будь-якій реальности. Або знайти якусь дитину, яку ти відчувала, а может, там, по сусідству, в кино, где угодно. И... Вприкнути в ней... Відчути своим телом то, что дитина генерует, когда она чего-то хочет. Это очень похоже на как мы бежим в туалет, но... Это когда дитина хочет солодкого. А так... Она не очень так... Бежит. Она просто знает. И... Вона... Вот... Ей... Потрібно... что она загадала. И... Вона не сомневается. Будет? Будет? Она знает, что будет. Она знает, что будет. А если у нее были нормальные... Матуси с татусом, то, что... она это будет мать, потому что... она просто... не будет... не будет... вон... 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 Какие тут будут зараз ароматы, силы и лагерности на час и лаванда с хвоей. Такие природные привесни, такие, как миллионы роков тому, коли мы были злойтись в природе. Сегодня какого-то травы необычайно пахнут по-особому. Особливо. Особливо. Тут можно передать, и тут такие полументы, как дракон. Я уже и тут пропустила. Класс. 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 Життя тоже красивое и прекрасное Маленькая ливнячка Они все кристалли Они все кристалли Я зрозуміла, какие я еще хочу врубить свечки в найближчем часу, за которыми я скочила Крім того, що треба робити багато свечок в найчистки персональних Маленькая ливнячка Я ніж не меру это не вяжена, мне завжды хочется в кожную свечку я хочу окремо знімати, бо це розмова, злиття з кожним голубьем, а вони всі неповторні всі ці кришталеві моменти, вони теж неповторні я та очами бачу все це, і воно визиває таке велике хвилювання таку відчуття величі, восторг, а зняти це не може, воно просто і не бачить дрібничок, коли воно вставку знімається яке воно свиня і незвичайно вау як завжди я не можу передати колір середня свічка вона синя індіга синя і трішки неонового світу а тут вона просто золотая заражає яке тополох і і снеголовік і полин і і павловні і трохи тополі вау 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 і вау 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 я не можу знятий ну видно яке воно кришталеве і як я не можу його зняти коли здалеку вау 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 Продолжение следует... 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 Вы также находили, были развилки, там разное было, я им придумывала на пути разные препятствия, но чтобы проверить, насколько они хотят туда дойти. Вот, я просто вот сейчас смотрю на эти свечи и прямо сижу там у костра, и поэтому и рассказываю. И однажды, поднимаясь ночью под звездным небом, ища свою карту звездную домой, туда в свой звездный дом. У меня много таких воспоминаний с воплощения майянской культуры, с Северной Америки, и с Южной, кстати, тоже. И вот, идя вот там, под звездным светом, идя в гору, ориентируясь по небу, ты вдруг видишь вдалеке огонек. Ну и приближаясь, ты понимаешь, что там сидят три старца, назовем так, три путника. Кого-то три у костра. Вот просто звездное небо и костер. И, собственно говоря, наверное, поэтому мне это и напомнило, и даже этот цветок жизни. Он, в принципе, свечу-то настраивал, помимо того, что я еще на языке света там программы произносила, с звуком их вносила в свечу, когда варила это все. В общем, цветок жизни это про жизнь, про каши, про память. Наверное, поэтому эта медитация и вспомнилась. У меня все приходили, подходили тихонечко к костру, потому что там люди сидели в трансе, в своем каком-то наблюдении за огнем, вспоминании себя или в каком-то погружении в своих каких-то внутренних состояниях себя вечного, себя потока, себя звука, потока дыхания, движения, жизни в теле, себя звездного странника. И ты приходил, садился рядом, и никто никаких вопросов не задавал. Ты просто садился в этот круг людей, которые видят ответы в языках пламени и слышат их всеми своими рецепторами, принимая звездный свет. Они уже дома, под излучениями своих звездных домов. Пламя огня просто проясняет то, что у них есть внутри, разжигая их внутренний огонь, их удаление, их понимание, для чего они пришли на планету, что они пришли испытать пяти органами чувств, как устроена эта планета и даже эта игра дуальности, как здесь зарождаются эти семена и растут. Почему мы раз за разом возвращаемся сюда, во что мы играем, и почему мы так любим эту игру? И что такое наслаждение здесь на планете, и в чем оно? Просто если слиться с теми мудрецами, к которым я приходила, они точно не думают ни про квантовую физику, ни про смысл жизни, ни какую-то там еще умную мысль. И даже лайлаху и лалаху у них там тоже внутри нет. У них там просто внутреннее созерцание и внутренний ум. Этот звук, эта чистота Шумана, это звучание магнитно-гравитационных решеток планеты, которые очень четко и ясно слышатся в горах. Она просто, ты резонируешь всем своим существом, своими рецепторами. В горах подальше от цивилизации мы тоже начинаем ориентироваться чисто на магнитные решеточки, так же, как киты, дельфины, птицы, коты, всеми этими своими магнитными рецепторами вдоль тела. Мы считываем, слышим там стопами, которые расходились, и уже чувствуют каждую песчинку, коечку. Мы считываем магнитные эти энергии. Попой, когда сидим, тоже считываем. Считываем все энергоинформационные пакеты, которые есть в кристальных залежах этих гор. Всю информацию, которую мы в разных временах и пространствах, в разных реальностях оставляли вот в этом месте, в этой горе, на этом перекрестке, на этой горе. И в этой горе, я не оговорилась, в разных воплощениях, мы не зря возвращаемся в одни и те же места, потому что там стоят... У нас внутри импринты, ведущие туда, и там стоят наши напоминания, указатели, маячки. И когда... Там мы слышим этот шорох звезд, такое магнитное излучение звезд, оно иногда голосами прям слышно. И когда мы слышим отклик, беседу звезд с планетой, потому что она одна из них, то есть... То есть... То есть...